Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем в StarCraft 2. А точнее, хотелось бы сказать, что это мировая игра, которая, как вы знаете, играет на мировых чемпионатах. Лучшие-лучшие игроки получают сотни тысяч долларов за победу. Ладно, сегодня мы попробуем с вами начать прохождение, хотелось бы начать прохождение на самом деле стратегии, которой никогда не было. На моем канале вообще стратегии не было, поэтому давайте попробуем первую кампанию Wings of Liberty. Еще в далеком 2006 или 2007 году в мою душу закралась любовь к стратегиям. Потом, через года 3-4 я забыл об этом, потому что на моем компе было слишком много экшена. И вот-вот забыв те времена, когда лучшими играми на моем компе была эпоха Империи, Total War, StarCraft первая часть. Я ударился в различные RPG, в различные экшен-игры. Вот я думаю, хороший шанс вернуться. Давайте начнем новую кампанию на уровне сложности боец. Wings of Liberty. Говорят, человек узнает себя только тогда, когда его лишают свободы. Это верно. Интересно, насколько хорошо знаешь себя ты? Довольно хорошо. Заключенный, встаньте на платформу. Вот это лось. Вот это я понимаю. Blizzard Entertainment Presents Арестант 626 Убийца Пират Предатель Сегодня Ты выходишь на свободу Но скоро ты поймешь Что даже у свободы Есть цена ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скафандр собран. Твоя тюрьма всегда будет с тобой, добро пожаловать в новую клетку, тебе ли не знать, что грядет война, и она принесет как славу, так и страдания. Вперед, мистер Финклейм. Свобода ждет. Черт, давно пора. Да-да, давно пора. Все-таки Близзарды делают охеренные игры. И тому доказательство Диабло, тому доказательство Старкрафты, тому доказательство Л.А. Нуар. Марсара. В другим новостям. Император Артур Минкс провел пресс-конференцию, посвященную 4-й годовщине окончания так называемой войны зерга. На конференции побывала Гейт Локвелл. Император, угроза нового вторжения зерга все еще очень велика, но вместо укрепления армии вы тратите триллионы на выслеживание бывших повстанков, таких как Джим Рейнер. Джим Рейнер представляет прямую угрозу Доминиону. Этот беспринципный митяжник сеет ужас и панику по всему сектору. Но банда подонков спровоцировала восстание в шести колониях и похитила огромное количество оружия и тех же. Заверяю вас, преступник будет привлечен к ответственности. И очень скоро. Сначала поймай меня, сукин ты сын. Адъютант, войска готовы к бою? Войска готовы и ждут приказов, командир. Загружаю тактические данные. Отлично. Застоялась наша революция. Сейчас разботаем. Сейчас мы всех порвем. Станция дальняя. Важнейший транспортный... Стопэ. Что ж, продолжим брифинг. Уровень сложности боец. Обзор. Станция дальняя. Важнейший транспортный узел Доминиона на Марсале. Подрыв власти Менгска в этом поселении остановит экономическую деятельность Доминиона на всей планете. Понято, принято. Начинаем. Адъютант, что там у нас? Доминион использует станцию дальняя в качестве основного транспортного узла на Марсале. Через нее проходят все грузы. Недавно основная часть войск Доминиона покинула станцию, ослабив оборону дальней. Как реагируют местные? Местное население поддерживает антиправительственные настроения. Но ему не хватает оружия и организации. Если мы отобьем станцию у Менгска, он еще долго не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Готовь корабль. Ок. Выступаем. Задание. День независимости. Ну что, парни, давайте покажем местным, что не нужно бояться Доминиона. Пять морпехов во главе с Джимом Рейнером. Обучающие видеоролики готовы к просмотру. Спасибо. Можно попробовать? Обойдусь. Рассредоточиться. Держите ухо востроя, не подставляйте спины. Вперед. Не ходите по этой дороге. Не молчи. Что дальше? Я не подведу. Можно попробовать. За мной. Рейнер, убей его. Можно попробовать. Убейте меня. Присмотритесь к своим соседям. Не позволяйте инакомыслию расколоть наши ряды. Командир, уничтожение голографических стендов поможет разжечь бунтарские настроения. Понято, принято. Займемся этим делом. Меня от Менгска уже тошнит. Расстреляйте стенд. Горжалку. Хватит прохлаждаться. Рейдеры вперед. Что дальше? Я не подведу. Рейдеры вперед. Я не подведу. Тик-с. Тик-с. А где все? В атаку. Ну и? Ну и, собственно, че? Моя семья. Мои соседи. Не нравится мне все это. Хватит прохлаждаться. Вооружен и опасен. Убеди меня. За мной. Командир, в центре города собирается крупный отряд Доминиона. Да, и че? Значит, пора отправить им наш подарочек. Рады тебя видеть, Рейнар. Ждем приказаний. Удиви меня. Работайте на совесть. Гордитесь своим трудом. Каждый должен внести вклад в дело Доминиона. Да получи. За дело Доминиона. Ты, товарищ, давай держись где-то сзади. А вы, ребята, вот так вот. Мы защитим вашу свободу. Как тут? Тюрьмова. Автосейвы есть, нет? Ну, можно просто сейв сделать. Название день независимости, да, почему нет? Ну и? За мной. Трейдеры вперед. Больше тут ни день нету этих голограмм. Я не подведу. Надеюсь, что нет. За мной. Можно попробовать. Наконец-то. Вижу гражданских. После прибытия на место раскопа вас накормят. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нем ничего не было слышно. Ну, ясно, понятно. Печально все. Менск навязывает тут свою власть. Они стреляют по мирным жителям. Вперед. Это печально. Джим Рейна. Вперед, пожалуйста. Хватит прохлаждаться. Давайте. Фокус. Хорошо. Поиграем в бинго. Менску придется заплатить за много. Спасибо, Рейнар. Мы знали, что ты не бросишь нас в беде. Ближе к аванпосту доминьонцы удерживают еще несколько колонистов. Конечно, не брошь, что я по-нарусу. Забрать. Шериф Рейнар. Давненько во сне было видно. Мы с вами, рейдеры. Ну и я не подведу. Ну да погнали. Это закрытая территория. Мы арестованы. Мы тебя прикроем, Рейнар. Продолжение следует. Дело сделано. Я не думала, что мы способны пойти против них. Но оказалось, что способны. Теперь у вас для этого есть и оружие, и ресурсы. Не дайте Менску снова поставить вас на колени. Убейте всех противников на сложности ветеран. Ну, простите, пожалуйста, не прокнуло. То есть я еще не всех мирных освободил. Ладно, потери 8 человек. Образцово. Можно сказать, что образцово. Просто уровень сложности слегка не тот. Что, пьем дальше, да, Джимми? Манец. Манца. Продолжение следует... На тело. Продолжение следует... Убейте Вnn? Убейте! Убейте! Знаешь, для главного преступника в секторе тебя не так уж и сложно найти. Решил навестить тебя. Малыш Джимми Рейнер. Народный герой. Тайкус Финдли. Здорово, старина. При костюмчике. Спасай этот сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Нихера себе забычковал. Так чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что подружно. Что за работа? Знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгс на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у доминиона. От таких предложений не отказываются. Да, Тайкус? Тогда по рукам? Шестьдесят к сорока. Семьдесят к тридцати. В мою пользу. Прямо как в старые добрые времена. Именно. Форука. Фотка с Сарой Керриган. Иногда мне кажется, что лучше бы тебя тогда убили. Печальная история, но ничего не поделаешь. Новости. В эфире прямая трансляция из студии ЮНН на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Наш корреспондент на Марсаре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнер возобновил подрывную деятельность против доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнер и его рейдеры напали на склад доминиона возле станции Дальняя, захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень рады. Спасибо, Кейт. Итак, Джим Рейнер терроризирует мирных жителей Марсары. К другой теме. Используют ли ваши дети стимуляторы? Болтай, болтай, приятель. Это только начало. Самые честные новости во всей вселенной. Викинг. Эту я раньше не видел. Твоя работа, Джимми? Местные готовы поднять восстание против Менгска. Их просто нужно немного раскачать. Ты слишком серьезно относишься к своей революции. У всех свои увлечения, Тайкус. Напинали викингу. Жесть. Красавца. Ну, Тайкус. Может, это не мое дело. Но как ты оказался на свободе? Ну, я выломал дверь холодильника, когда меня этапировали в новый Фолсон. Черт, да я удавил не меньше дюжины охранников голыми руками. Охереть ты, зверь. Да, да. Где-то я это уже слышал. Расскажи еще, как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы. Не хами, сынок. Слышал я, как ты вывелся в записные освободители, пока я отдыхал в застенках. Что такое, Джимми? Война за правду и справедливость оказалась не по зубам? Рано меня списывать со счетов, Тайкус. Обещаю. Так или иначе, власти Менгска придет конец. Ну да, ну да. Ладно, что же, вроде больше ничего такого. Посмотрим задание. После вашей операции на Марсаре поднялась волна мятежей против режима Арктура Менгска. Тем временем, бывший заключенный Тайкус Фингли выяснил, что на Марсаре найден инопланетный артефакт, и Доминион ведет работы по его извлечению из-под земли. Захват артефакта нанесет Доминиону очередной удар, а его продажа таинственным знакомым Фингли может принести значительный доход. Ну что ж, тогда давайте займемся артефактом. Почему бы и нет? С виду обычный старый аванпост. Что в нем особенного? Не торопись с выводами. Доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки. Видишь кран? Они раскопали инопланетный артефакт и готовятся поднять его. Чтоб не провалиться. То-то же, стоит иногда доверять людям, Джимми. Ну ладно, пора задать жару Доминиону. Разнесем их в базу и вытащим эту крошку оттуда. Как правило, те, кто все время говорят о доверии, являются не очень чисты на руку. Ну да ладно, не будем думать о плохом. Задание вне закона. Вторая миссия компании Wings of Liberty. Ага, база. Вооружен и апартин. Все понятно. Командир, программа обучения обновлена. Недостаточно виспена. Ага. Нужно строить биспеновый гейзер. Чем у нас есть сейчас. Нужно обучить новых бойцов в казармах. И еще нужно обучить побольше КСМов в командном центре. И отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. Простите. СМСка пришла. Давайте выпустим их на дорогу. КСМ. Давай, удиви меня. Так точно. КСМ готов. Давно бы так. Выкладывай. За работу, черти. КСМ готов. Прочь с дороги. Понял. За работу. Я уже заждался. И СМ готов. Бегу, Марк. Кого подлодать? Так. Три на виспен. Потихонечку, помаленечку будем заниматься этим делом. Сколько тут еще осталось понты? Пристройка завершена. Два медика. Все остальное на морпехе. А ты че стоишь? Не работай. Так. Давайте-ка пустим пока. Задавим их интеллектом. На разминку. Посмотрим, что тут есть. Что не дождусь? Рекорд получен. Будет сделано. Еще бы. Ага. Минералы. Понятно. Минералы это замечательно. Доктора вызывали? Точняк. Выполняю. Как скажешь. Круто. Что за спешка? Вас понял. Командир. Доминион атакует базу повстанцев на юго-западе. Вот и славно. Значит, к нам они пока не сунутся. Дайку. С этим людям нужна наша помощь. Нельзя их бросать. Здравствуйте. Кому навешать? Пойдем. Бегу, морс! Все понятно. Где, сэр? Так точно. Брось дороги! Приступим! Брось보. Понятно! Кто не знает, у вас? Вовремя вы появились. Мы в долгу не останемся. Если понадобится помощь, только скажите. Добро пожаловать в команду, парни. Рейнер Молочина! Чёрт у Доминион! Это ребята Рейнера! Кому навешать? Круто! База атакована. База атакована. Костры вызывали? Чё там такие дерзкие? Почему бы и нет? Прикорд получен! Вон они! Превосход! Внимание! Приближаются вражеские Деоны. Где? Требуются дополнительные хранилища. Сейчас сделаем. Чё тут у нас? КСМ. Кому навешать? Давай-ка, хранилище. Ещё одно за бабахой. Приказы будут? Погнали. У нас 25 юнитов. Мы должны развалить их вообще. Пух и прах. Выноси! Быстро ты вскрыл этот вонкер, Джейми. С твоими бойцами и моей деловой хваткой мы многого добьёмся. Я уже заждался. Да, вызывали. Да, вызывали. Давайте казармы. Если вовремя. Ну, по-то ты. Короче, тупой. Погнали. Как гранди. Тейп! Получай! Один слайд! Наблюдать омной! Расстреляем всех ХСМов! Чё бы нет! Умри! 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 Дело сделано! Вход в систему управления краном. Расшифровка кодов защиты. Управление краном получено. Чудно! Осталось поднять эту крошку и можно убираться отсюда. А вот и артефакт. Пройдено за семь пятьдесят четыре. Выполните задание вне закона на уровне сложности ветеран за десять минут. Но я на бойца его выполнил. Поэтому... Увы и ах! Два достижения которые можно было получить я получил. 45 тысяч. Всем спасибо! Все свободны! Колония Марсара. Бар у Джорея. Плакат свобода. Должен сказать, Джимми, ты стал настоящим бойцом. На месте Менгска я бы тоже хвост поджал. Ты серьезно, Тайкус? Да что ты! Нет, конечно! Уварает сука старая. Ну ладно. Че там? О, значок. Шериф Джим Рейнар. И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? А это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя тише воды ниже травы. За все время, пока я носил значок, мне не даже не пришлось ни в кого стрелять. Тоска смертная, а не работа. Джим Рейнар. Значит, ты все-таки крутой шериф. Охота. Это что? Я думал, протасы выжгли всех зергов на планете еще несколько лет назад. Четыре года прошло, а в пустошах до сих пор находят их лобила. Знаешь, а за такой трофейчик нам отвалят солидные бабки на черном рынке. Пошли на охоту. Иди, если хочешь. А я с ними уже навоевался. На две жизни хватит. Согласен. Достаточно только дел с Керриган. Каково это воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали, и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячи этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх. Да. Что есть, то есть. Новости. Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнера. Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнера явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона. И, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт. Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. О, как. Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные, на первый взгляд, артефакты. Любой, кого увлечать в хранении подобных предметов, будет наказан во всей строгости законов. Не растраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Утешил. Спасибо, Тайк. Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы. Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсаре. Убивает женщин и детей на Марсаре. Класс. Что-то я пропустил эту новость, наверное. Это, собственно, валюта. Тайкус. Так кто твой таинственный покупатель, Тайкус? Кому мы отдаем артефакт? Да какие-то яйцеголовые. Их контора называется Фонд Мёбиуса. Фонд Мёбиуса? Это же вполне законная исследовательская группа. Какие у них могут быть с тобой дела? С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну а я известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь. За большие бабки. Ясно. Что ж, дорогие друзья, это была первая серия моего прохождения компании Wings of Liberty игры StarCraft 2. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.